Начинаем стандартно. Это мой канал детский, это его миллионные просмотры. Да, вот так вот и много. И теперь поехали. Сегодня мы говорим о ключевых словах. Я думаю, немногие из вас знают, что ключевыми словами вы можете отправить свое видео в Клоаку, с самого низа Ютуба, и его никогда никто не увидит. А всё почему? А всё потому, что вы не знаете, как ними пользоваться. И Ютуб решил, что вы спамните, что вы неправильно ставите ключевые слова, что вы повторяетесь в названиях, в описании ключевых словах, и он просто вас не инициализирует и не отправляет в рекомендованное другим видео, не продвигает на главных страницах ваших подписчиков. Поэтому ваше видео ничего не набирает, если вы неправильно используете ключевые слова. Итак, давайте разберёмся, что такое ключевые слова. В детских каналах и взрослых каналах у них есть общая тенденция, что они участвуют в распределении видео, кому его подсунуть в рекомендованные. Для детских-то самое главное, для взрослых 50 на 50. Для взрослых они ещё нужны для поисковых слов, то есть там нужно спамнить, там нужно много ключевых слов. Ну как спамнить? Что такое спам? Когда вы повторяете одно и то же, когда вы с этим словом, может, и меняете, но значение используете одно и то же. Вот это называется спам. Поэтому в взрослых каналах спамнить нельзя, но нужно делать очень много вариаций. Допустим, возьмём слово «самодельное». Нужно использовать самодельное. Сам изготовил, своими руками, только сделал, готовлюсь работать. Потому что в взрослом канале большой процент трафика идёт из поиска YouTube. То есть, когда люди вводят, там тоже вводят, сделал сам, да, и этих видео сотни, тогда YouTube тоже определяет, но многим критериям по рейтингу вашего канала, когда вас подсунуть, но там ещё есть поиск по ключевым словам. У нас же в детских каналах поиска по ключевым словам не существует. Дети, наши аудитории, да, подростковые, ещё те, кто ориентированы на подростковую тематику, у тех могут искать видео по ключевым словам. Нашу же тематику, которую вот на этом канале производится, которую, думаю, вы хотите развивать, на которой проще всего развить канал, они не пользуются поисковыми словами. Поэтому наши ключевые слова нужны только для того, чтобы YouTube нас определил под какую-то группу, к какому-то каналу, куда мы будем попадать в рекомендованные. Конечно, нам же хочется, чтобы это были топовые каналы, но бывает разное. Бывает и топовые, бывает и к начинающим каналам закидывают, бывает и вообще может 20-30 этих каналов быть в рекомендованных, вернее, вы в рекомендованных 20-30 каналах. Не всегда это какой-то к одному каналу припрепляет. Поэтому к чему я это всё веду? К тому, что нам не нужно 50-60, нам не нужно эти все 500 символов заполнить ключевыми словами. Потому что YouTube проще определиться, когда у него есть там кучка 10-15 слов, да, её проще приткнуть к какому-то другому каналу. Тем более топовые каналы сейчас очень многие используют маленькое количество ключевых слов. Соответственно, чтобы к ним присунуться, притулиться к ихнему видео, немножечко ихнего трафика к себе перетащить, вам нужно тоже использовать маленькое количество слов. Я лично использую всегда по принципу от 11 до 16. То есть вот тут вот балансирую 12-13. Причём из них штуки 3-4, это, как правило, мои ключевые слова. Максим и мама. Супер Макс. Максим. Максим играет. Максим играет с мамой. Я, бывает, их чередую по-разному. Для чего это делаем? Это делаем для того, чтобы не потерять наши рекомендованные. То есть от моих видео, чтобы продвигались мои видео. Поскольку у нас сейчас конечных заставок уже нет. Поэтому нам хочется, что когда наше видео заканчивается, чтобы зритель оставался у нас, на нашем канале и смотрел наше видео. Поэтому всегда нужно добавлять название своего канала, какие-то пары таких вот, как у меня, вот Максим и мама, допустим. Таких вот фраз, которые хорошо описывают ваше каждое видео. В каждом видео кто участвует. То есть кто-то из родителей всегда участвует. Либо же брат и сестра участвуют. То есть их нити вы используете. Но обязательно нужно использовать вот такие вот несколько слов. Стандартно, всегда, в каждом видео. Для того, чтобы автоматически только выпускать его видео, вы сразу попадали к себе. На своих видео вы разгоняете свое видео, если оно хорошее. Если аватерка в нем кликабельная. Соответственно, и дальше YouTube понимает, что видео хорошее. Вот все эти зрители уже смотрят. И он его кидает дальше, 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 дальше. И продвигает. И тем самым вы продвигаетесь. Но ключевое слово, это не только ключевые слова вот в этом разделчике. Ключевые слова, это ваше название видео. Ключевые слова, это ваше описание видео. Ключевые слова, это с хэштегом слова, которые используются в конце видео. Официально YouTube вам разрешено до 5 таких слов в каждом видео используют. В нашем сегменте я не рекомендую использовать эти ключевые слова. Почему? Потому что они, опять же, рассчитаны больше на кликабельных людей. То есть на ту категорию возраста, которые уже могут нажать пальцем под видео на вот эти вот высвеченные слова. Хуже они, конечно, не сделают, но лучше я ними не пользуюсь, вы смотрите на свое усмотрение. Что запрещается в YouTube? Что может ваше видео отправить вниз? То есть с ключевыми словами выяснили, что большое количество их может вниз отправить. Может отправить, когда вы повторяете. То есть, допустим, вы берете слово kids, одно из самых популярных, правда? Kids Play, Kids Toys, Kids Out Air, Kids and Sister, Kids Baby. То есть когда у вас под одним видео в комплексе слов в сочетании с какими-то словами, kids это повторяет. Kids я как пример взял, это может быть любой, это и фани может быть, и любые другие. Играть там, челлендж может быть. Нельзя так сильно наспамнивать, потому что YouTube может принять это тоже за спам. Вам этого никто не скажет, вам нигде-то не высветится, вам это на почту не придет. Просто ваше видео только улетело и висит там у вас мертвым грузом. А вы вложили труд, вы, возможно, сделали классную аваторку. Возможно, вот именно сейчас вы еще и оператора там наняли, да, допустим. И монтажера, да. Большие планы это видео строили, но оно никуда не продвигается и вы не понимаете почему. Также запрещено YouTube это повтор и перечисление ключевых слов в описании. Потому что описание так же самое сканируется роботом, да, и это делится на ключевые слова. И это тоже влияет на определение, к какой группе, к каким каналам его причислить, чтобы его подтолкнуть. Кому из зрителей его выставить, кто на вас уже подписан на главную страничку, чтобы они это посмотрели видео. Поэтому нельзя в названии повторять через черточку, допустим, да, дети играют шариками, лопают шарики, достают сюрпризы. То есть вот в таком плане нельзя. Должно быть лаконичное описание, но в тот же момент в этом описании должны быть вшиты ключевые слова. То есть как черная реклама у нас должна быть. То есть вот мы должны сидеть, выпустили видео еще, сидеть, думать над названием. Оно должно быть и в названии, оно должно быть и в описании. Основные ключевые слова, и самое главное там играть, игрушки, дети, веселое видео, развлечения. Вот это все мы должны вшивать немножечко и в название, и в описание. И там же его заменять другими словами в хэштегах, которые ниже мы добавляем. И вот тогда YouTube правильно поймет ваше видео и его закинет в рекомендованные, и а-ля-ля, у вас миллионы просмотров. Вот как-то так это происходит. Еще хотел сказать, что все вот эти вот мелочи еще влияют на внутренний скрытый рейтинг вашего канала. Да, он существует, его нигде не посмотреть, его нигде не узнать, но ваш канал продвигается как снежный ком. То есть постепенно, если ваш рейтинг вырастает, рейтинг растет по разным причинам. То есть их сотни этих причин в комплексе, они влияют на рост вашего рейтинга канала, либо вверх, либо вниз. То, что он вверх-вниз, это нормальная тема, у нас так же самое он выпускается и вниз, он так же самое поднимается вверх. Я это вижу по продвижению нашего канала. То есть у нас в прошлом году, в августе, вообще мы упали вниз. То есть вот подряд несколько видео, там с десяток видео каких-то некликабельных, неинтересных выпустили. Зрители поуходили, 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 да. И рейтинг канала падает, нас уже, потом мы уже выпускаем хорошее видео, оно уже не попадает туда, куда обычно мы раньше попадали. Тем каналом крупным оно не попадает. То есть оно уже хорошее, но его уже не видно. И это опять начинается подъем на гору. То есть медленный, медленный, медленный. Поэтому на эти все мелочи нужно всегда уделять детальное внимание. Поэтому не нужно, как многие считают, что вот мне надо видео 2 в неделю выпустить, да, и кровь с носа. Вот сегодня одно выпустил, на эти недели у меня что-то нет настроения, а возьму какое-то видео сниму, лишь бы было такое. Нет, нельзя вот такие, лишь бы было нельзя. Потому что вы испортил, лучше не выпустите. Лучше какую-то там переделайте повторку, только повторки тоже, конечно, чистые нельзя. Но возьмите несколько ваших видео, которые вы снимали ранее, сейчас у вас новые спецэффекты есть. Добавьте эти новые спецэффекты, музычку, перекидывайте кадровку немножко туда, где-то урежьте, где-то скорости добавьте. То есть сделайте какой-то процесс. Почему вот YouTube сейчас банит каналы, которые там раньше просто игрушками там игрались, да, или вот эти машинки были, что только машинки и все. Он как бы их не банит, конечно, но он не забирает монетизацию. Потому что очень мало творческого процесса. Или вот эти вот каналы, которые картинки повставляют, голос монотонный, некоторые даже попристраивались, просто пишут текст, компьютерная озвучка голоса, озвучивают эти картинки. У них там миллионы просмотров как-то получались, и, конечно, и кучу денег они зарабатывали. Вот у таких каналов тоже сейчас монетизация забирается, потому что нет творческого процесса. Поэтому это я к чему веду? Это я веду к повторкам. То есть повторки официально запрещены. То есть повторять вы свое видео не имеете права второй раз выставлять. А вот если вы вложили творческий процесс, то есть вы взяли это видео, вы над ним поработали, вы его там чуть подрезали, там чуть улучшили. Где-то вы тогда в тот момент поленились, добавили спецэффектов, поменяли музычку уже на основе вашей новой фонотеки. Потому что поскольку сколько вы не развиваетесь, столько и растет фонотека. У меня лично так происходит, что каждый раз я делаю какое-то видео, и каждый раз я стараюсь что-то новенькое найти, что-то добавить. И у меня фонотека это все больше, 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 больше растет. Кстати, как-то, я думаю, выпущу уже снова рубрику с спецэффектами, как у меня была, и вам поскидывать, чтобы вы поскачали. У меня сейчас очень интересные штуки появились. Это музыкальные отбивочки такие классные, коротенькие. Они сейчас классно заходят, конечно, на видео. И мне очень нравится с ними монтировать. То есть, тут тишина, тут отбивочка коротенькая, она красиво заканчивается. Поэтому ставим много лайков к этому видео. И может быть следующее даже, а может через несколько видео, выпущу вот с этими отбивками. И закину их на Google Диск, вы сможете их скачать. Так, поэтому я говорю, что нужно уделять внимание всем мелочам, стараться хорошо, детально подходить. Не спешить в этом деле, чтобы рейтинг постепенно вашего канала рос. И чем больше он будет подниматься, он не может резко подняться. То есть, вот в одном видео вы кинули, у вас до этого ни одно видео не стреляло, одно там сразу в двух и жахнуло там, да, что бешеное. Это нет, но он все постепенно, постепенно, постепенно. И когда вот рейтинг поднимается, вас все больше закидывают топы. Естественно, вы видео улучшаете. И вы так вот постепенно развиваетесь. Вот как-то так и происходит. Поэтому на ключевые слова нужно уделять очень пристальное внимание. Так же, как и описание, так же, как и название видео. Они должны соответствовать тому, что будет в видео. И они должны скрывать черные хэштеги. Черная реклама у нас должна происходить. То есть, думайте над ними. Я бывает над названиями и описанием, ну, по полчаса бывает сижу. Думаю, переделываю их, там, меняю, там, смотрю, как же мне эти нужные хэштеги популярные, которые сейчас. Вот на данный момент тренди у нас с костюмами. Переодевания, костюмчики. Там у нас, кстати, тоже последнее видео мы с костюмами выставили, как мы делаем костюмы. Вот оно стримило уже. Период был какой-то, что у нас видео, что не очень так заходили. А сейчас он с костюмами тоже зашел. Поэтому дресс-ап этот, старайтесь как-то, может, с ним что-то сейчас снять. Сейчас тренд, нужно за этим следить. Всем пока, лайкаем, репостим, советуем друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok